Сегодня состоялся матч-открытие второго круга первой игры по футболу. Ваша команда сегодня поддержала победу. В первую очередь я хочу поздравить свою команду и всех людей, которые связаны с нашим клубом, с победой, с сегодняшней трудной победой. Касательно игры, первый тайм был более осторожный с двух сторон, со стороны Николаева и со стороны нашей, потому что была велика цена ошибки. Каждая команда сыграла немножко несвойственный свой футбол, боялись ошибиться, боялись допустить ошибку. Но во втором тайме ребята немножко с нашей стороны команды раскрепостились и сыграли в ту игру, которую они умеют играть. И мы наращивали, мы понимали где-то, что 60-65 минута на искусственном поле где-то начнут подседать ноги. И все-таки мы готовились, и команда Николаев готовилась на травяных полях, поэтому ожидали, что где-то будет немножко спад. Поэтому и планировали активность замен именно где-то с этой 60-ой по 70-ую минуту, что в итоге и дало свой результат. То есть вышли замены, активно добавили в движение, в давление и смогли реализовать тот момент, который мы создали. Вот. Это касательно нашей команды. Ну, скажу, что ваша команда очень мне понравилась, очень интересная, нам было очень тяжело сегодня. Если сравнивать в прошлом году и в этом, то команда однозначно на шаг вперед, потому что она стала быстрее, она больше работает, старается развивать атаки вперед. Вот. Более мобильная команда стала, видно, что более организованная. Тем, наверное, нам вдвойне приятнее, что мы смогли сегодня добиться для себя побед. с таким коллективом. Игорь Ильич, это бедное отражение и, наверное, хочется задать вопрос. Команда сегодня старалась играть футбол. Команда старалась выходить из оборонного атаку с помощью передач, не просто выбивать мяч, но показалось, что психологически, когда мы видим концепт этого тайма, ребята, перегорели они и как-то немножко были готовы психологически. Потому что были ошибки, которые, наверное, несколько передач по флангу просто никуда. Вот, что ментально. Да, мы стараемся играть футбол, и понятно, что Иен Гулец нас заставил чуть-чуть играть другой футбол. Это их заслуга. Но мы все равно... Да, первый тайм начала матча была какая-то нервозность, и две команды присматривались друг к другу. И потом у нас начало получаться, мы как бы жили чуть-чуть, и начался получаться тот футбол, который мы хотели видеть от ребят. Вот. Считаю, была равная игра. Да, где-то было очень много борьбы, на самом деле, очень много борьбы. Очень много давления было и со стороны Иен Гульса, и со стороны нас. Поэтому две команды показали, может, не тот футбол, который от них хотят видеть тренеры. Что касается психологического момента в конце, опять же, мы перестроились в чуть-чуть другую тактику, сыграли более. Хотели, чтобы мы больше контролировали мяч за счет насыщения середины поля. Ну, где-то, знаете, в какой-то момент одна ошибка привела к такому голову в конце матча. Это футбол, это игра, все возможно. Поэтому мы должны быть готовы к любым ситуациям и продолжать работать, двигаться вперед. И они делают трагедии с этого поражения. Потому что я понимаю психологическое состояние ребят все-таки. Подготовительный период был. И новая команда. И спасибо зрителям, которые пришли, нас поддерживали. То есть мы хотели показать тот футбол, который мы хотим видеть. Но где-то у нас чуть-чуть он не получился благодаря соперникам. Пизод с прокрученным мячом. Ошибка защитника или, в принципе, какая-то последовательность неразбериха произошла? Возможно, нужно было играть головой? Ну, вы знаете, да. Если бы не было этого гола, можно было бы сказать, что правильно он сыграл. Сейчас трудно судить. Естественно, что он мог сыграть по-другому. То, что произошло, ничего уже не изменишь. Поэтому самое главное, чтобы мы не повторяли таких ошибок. И все. Ну, из позитивных моментов очень понравилось. Действительно, сегодня команда, как уже говорили, старалась играть в футбол. Старалась выглядеть за счет передач. Начиная от голкипера. Первый пас Агаларова в связи с этим был выбор в его сторону. Все-таки у него получается начинать атаке. Ну да, он очень хорошо играет ногами. Я как бы давно не был в первой лиге. Да. Вот. Но такое ощущение, что был совсем недавно. Все продолжается то же самое. То есть футбол такой более силовой. Бей-беги. Я не сторонник такого футбола. Я хочу больше контролировать мяч. Больше комбинационного футбола. Понятно. У нас есть игроки для этого. И, опять же, нам просто не дал эту игру сыграть. Инглец. А то, что Амир. Да он лучше играет ногами по сравнению с другими вратарями. И выбор выпал именно на него, чтобы он начинал второй часть чемпионата. Он неплохо. Все вратари неплохо проявились. Я на сборах. Но мы выбрали Амира на эту игру. Как будет дальше, посмотрим. Сегодня сложно вообще говорить о каких-то моментах впереди. Потому что, действительно, игра больше проходила в центре. Было больше борьбы. Но все-таки был момент у Виктора Берхови. Сейчас, опять же, на сборах прекрасный результат. Играмченко. Но результаты в первой части чемпионата и сейчас реализация моментов. Сегодня, правда, их было немного. Но это, ну, все-таки, большая главная больная. В крайней мере по первой части. Ну, мне кажется, очень хорошо сыграли в обороне как и мы, так и Ингулец. То есть, мы практически не давали создавать моментов. Ни нам не давали создавать, ни мы не давали создавать. Больше было такой опасности у Ингулеца именно со стандартных положений, да. Со стандартов. И единственное, что, наверное, в конце матча уже стало более такое напряженно возле наших ворот. Ну, опять же, мы разберем эту игру. Посмотрим, какие у нас ошибки были. Почему пошли такие ошибки. И дали спокойно действовать Ингулецу в этих моментах. Повреждения Сашкины, повреждения пороха. Пока ничего не можете сказать. Или это просто... Не порох, а город. Ну, город, а просто спазмы, да. Потому что у него дочка родилась, он отсутствовал. Там я ему дал, чтобы он побыл с женой, с ребенком. Дедельку, да. Наверное, чуть-чуть это сказалось. А с Артином мы просто чисто тактически перестроились. И все у него все нормально. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.